МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Детский сад «Лесная сказка» скоро встретит своих воспитанников. Полицейские изъяли у Смоленина 193 грамма героина. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Продолжаются плановые обходы дворовых территорий. 17 августа глава города с комиссией и специалистов коммунальных служб проверял благоустройство двора во втором микрорайоне. Обходы проводятся регулярно. Они дают возможность руководителям и специалистам коммунального предприятия и службам благоустройства следить за состоянием дворовых территорий. И жители нашего города давно привыкли к таким обходам. Они всегда готовы воспользоваться возможностью напрямую обратиться к главе с вопросами и поделиться проблемами. 17 августа комиссия работала во втором микрорайоне, во дворе домов номер 4, 10, 9 и 9А. Жильцы этих домов попросили комиссию обратить внимание на две проблемы. В основном жители данного района беспокоят несанкционированный вынос мусора жителями пятиэтажных домов к мусорным площадкам девятиэтажного четвертого дома. Вынос мусора производится во время, когда отсутствует мусорная машина. То есть в течение дня люди выносят мусор, бросают его, и впоследствии, которые разносятся животными, птицами и так далее, что, соответственно, уже нарушает нашу обстановку. Вывоз мусора от пятиэтажных домов производится силами МУП и КП два раза в день, это в 12 часов, в 6 часов вечера. Ежедневно? Ежедневно. Кроме мусора больше ничего не беспокоит наших жителей? В основном нет. Была еще жалоба о том, что производится несанкционированная расклейка объявлений рекламного характера на дверях подъездов и непосредственно на стенах домов. По данному вопросу хочу сказать, что в соответствии с правилами благоустройства города Десногорска расклейка объявлений, в том числе рекламного характера, на местах для этого непредусмотренных ведет к административному указанию в виде административного штрафа в размере от 3 до 5 тысяч. С незаконной расклейкой объявлений жильцам поможет бороться административная комиссия. А вот воспитывать непорядочных соседей им придется самостоятельно. Благоустройству дворов, площадок, тротуаров и дорог у жителей претензий не было. В Смоленск на форум социально ориентированных некоммерческих организаций приехали представители десяти епархий Центрального региона России и Белоруссии. На конференции делились опытом реализации проектов. Смоляне представили проекты, в которых церковь, органы власти, бизнес и некоммерческие организации действовали сообща. В области начался заезд старшеклассников в молодежный лагерь «Сокол-2016». Более двухсот талантливых смолян в возрасте от 15 до 17 лет. Из разных районов в течение двух недель научатся вырабатывать в себе лидерские качества. Из нашего города в лагерь отправились 11 ребят. 1 сентября изменится правило сдачи экзаменов на водительские права. О важных нововведениях рассказали на пресс-конференции в региональном управлении полиции. Основные изменения коснутся теоретического экзамена. По новым правилам соискатель, как и прежде, может ошибиться дважды. Однако с 1 сентября за каждую ошибку придётся ответить на ещё пять дополнительных вопросов. Причём права на оплошность в этом случае уже нет. По словам сотрудников полиции, ужесточение правил обусловлено необходимостью повысить уровень подготовки начинающих водителей. По итогам семи месяцев у нас зарегистрировано 340 грамм красных происшествий по длине водителей красных средств. В данных происшествиях у нас погибло 72 человека и 726 получили ранения. Нововведения ждут учеников автошколы на площадке. Упражнений станет больше. Помимо традиционных элементов эстакады, параллельной парковки, разворота на ограниченном пространстве, а также заезда в бок с задним ходом, добавится ещё одно задание – поворот на 90 градусов. Кроме того, поменяется и процесс выполнения привычного элемента «змейка». Теперь это манёвры на извилистой дороге. Упражнений стало 6, из них надо выполнить 5. Время составляет на 1 упражнение 2 минуты. Общее время рассчитывается с учётом движения, разумяемого от одного упражнения к другому. Помимо этого, у нас введена новая, например, такая, ну не ошибка, как сказать, экзамен считается не сдавшим, если кандидат не приступил к выполнению упражнения в течение 30 секунд после команды экзаменатора. Дополнили список ошибок, за совершение которых при сдаче экзамена на городских улицах соискатель получит 5 штрафных баллов. Они будут начисляться за выезд на встречную полосу, создание помех другим машинам или пешеходам, а также проезд на запрещающий сигнал светофора. За непристёгнутый ремень безопасности можно будет лишиться 3 баллов, за заглохший на старте двигатель – 1. 5 штрафных баллов означает автоматическое прекращение экзамена. В 18-й международной учебно-тренировочной вахте памяти, которая проходила на территории Духовщинского района с 6 по 16 августа, принимали участие 15 бойцов Десногорского поискового отряда «За Родину». Работы велись в районе урочища Жуково. За вахту бойцами обнаружены и эксгумированные останки одного солдата РКК. А музей поискового движения пополнился новыми экспонатами. В детских садах нашего города всё лето интенсивными темпами шли ремонты. Наша съёмочная группа вместе с главой города побывала в детском саду «Лесная сказка». 16 августа глава города Вячеслав Сидунков посетил детский сад «Лесная сказка». В садике всё лето велись ремонтные работы. На это время детей приютили другие сады города, потому что в «Лесной сказке» ведётся капитальный ремонт пищеблока. Меняют окна, двери, кафельную плитку на стенах, сантехнику и электропроводку. Строители заверяют, что к новому учебному году кухня в саду заработает. Уже закончились работы, позаменили нолюма в коридорах. На эти ремонтные работы были выделены бюджетные деньги. Кроме этого «Лесная сказка» участвовала в социальном проекте «Росатома». Кроме того, конечно, привлекались наши уже ставшие традиционными социальные проекты. Госкорпорации «Росатом», концерна «Росэнергоатом» и фонда «АТРАЭС». Детский сад «Лесная сказка» заявился как раз на такие конкурсы и стал победителем, получив грант на замену ограждения. Ограждение будет новым, современным, прочным, а самое главное – симпатичным, с элементами, очень характеризующими как раз этот наш замечательный сад с фигурками зверушек разных. Я думаю, что он понравится и новым обитателям, и нынешним обитателям этого детского сада, и, в принципе, десногорцам, поскольку это тоже отчасти фасад. Спонсоры детского сада и в этом году пришли на помощь. Есть у нас помощь шефской организации, которые в этом году нам провели ремонт группы номер 4 «Колокольчик». Полностью косметический ремонт группы. Это спальня, туалет, групповая, приемная, окраска стен, потолка. И красивый нам сделали часть фасада красивого. Все стараются уложиться в сроки до 1 сентября. Родители тоже подключились и в свободное время помогают собирать детскую мебель. А сейчас блок криминальных новостей. Десногорские полицейские задержали жителя Ярославской области, у которого не хватило денег на дорогу до колонии. Мужчина находился в федеральном розыске два года, а задержали его за распитие спиртного на детской площадке. Жителя Сычевского района задержали за хранение марихуаны. У него изъяли пакет, в котором находилось более килограмма зелья. Полицейским он объяснил, что наркотики ему нужны для личного употребления. Теперь задержанному грозит лишение свободы до 10 лет. В полицию поступила информация о причастности жителя Смоленска к торговле наркотиками. Ранее мужчина уже попадал в поле зрения полицейских и был судим за незаконный оборот запрещенных веществ. Как выяснили стражи порядка, задержанный приобрел в соседнем регионе наркотики и собирался торговать ими в Смоленской области. Мужчину задержали у одного из его тайников. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков у МВД России по Смоленской области установили места в возможных закладах наркотического вещества. Подозреваемый был задержан возле одного из тайников. В отношении задержанного возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотических веществ. Ему теперь грозит до 20 лет лишения свободы. Житель Шумяческого района решил построить баню. Для строительства он незаконно спилил несколько сосен в лесополосе деревни Галеевка. Рубку обнаружили сотрудники полиции. Ущерб составил 180 тысяч рублей. Мужчине теперь грозит до 7 лет лишения свободы. В Смоленске скоро появится аквапарк. Предположительно, он будет построен на улице Дзержинского на берегу Днепра. Администрация города уже выделила участок площадью 76,5 соток. С 19 по 21 августа в Ледовом дворце физакадемии в пятый раз пройдет хоккейный турнир Кубок Кристалл. Соперниками «Смолян» станут три команды из Тамбова, Витебска и Приморского края. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин